Привет друзья мои, мы сегодня с Леночкой Бо, которая живет в Турине на севере Италии решили порадовать вас простыми и легкими десертами. Это шоколадная колбаска двух видов будет, у Леночки более диетический вариант, а у меня более классический, более калорийный, более жирненький, выбирайте то что подходит именно вам в данный момент, ссылочку на канал Лены я оставлю под этим видео, переходите также к ней, знакомьтесь с ней, посмотрите какой вариант придумала она. Вот моя колбаска, это очень вкусно, очень нежно и очень ароматно, давайте посмотрим как я ее готовлю. Значит здесь у меня в кастрюльке с толстым дном молоко, добавляю сюда сливочное масло, сахар, шоколад, порошок какао, беру 3 столовые ложки, но какао можно брать по вкусу. Все граммы будут написаны под видео. Теперь я эту кастрюльку отправляю на огонь, чтобы все хорошо растопилось и соединилось. И теперь я беру печенье, помещаю его в пакет, печенье можно брать любое, вот это печенье оно типа, типа Мария по-моему называется. У нас оно называется Петит. Прокатываю скалочкой. Слишком до однородности не надо прокатывать. Я люблю когда остаются небольшие кусочки и немножко вот такой массы почти в муку. У меня выходит примерно половина почти в муку и немножко крошек вот таких. Если вы любите просто в муку, можете пробить в измельчителе это печенье. Пересыпаю в миску все эти крошки. Добавляю сюда орехи. У меня здесь кедровые и рубленый миндаль. Можно любые орехи использовать. Добавляю сюда 2 столовые ложки рома. Можно коньяк или вообще без алкоголя, если вы не любите. Но с ромом как-то интереснее вкус получается. И заливаю сюда шоколадную горячую смесь. И перемешиваю это все. Если по ходу дела вдруг у вас получится, что смесь суховата, можете добавить еще немножко молочка. У меня получилось идеально. Посмотрите какая смесь. Она густая, не слишком сухая и не слишком жидкая, не слишком влажная. И сейчас я буду формировать две колбаски. Можно делать одну большую, но как-то мне удобнее чтобы было две. Формировать колбаски можно в фольге, в пищевой пленке или в пергаменте. Кому как. Я решила сегодня делать в пищевой пленке. Все, выкладываю сюда половину порции. Вот я разделила в миске на две части. У меня, повторяю, будет две колбаски. И теперь эти колбаски отправляются в холодильник на несколько часов, чтобы все хорошенько охладилось, стабилизировалось и встретимся позже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА